Уникальная техника работы скульптора с фарфоровой массой – ручная лепка – позволяет достичь ювелирной точности и утонченности в скульптуре. Ни одна работа не может быть продублирована, так как поведение материала во время лепки невозможно предсказать. Это невозможно, потому что 50% делаю я, а 50% делает печь и сам фарфор сам по себе. Поэтому я никогда не знаю, что я могу вытащить после того, как эта работа будет обожжена. Поэтому характер каждой из дам, поза, движения, жесты будут разными. Богатый художественный опыт позволяет необыкновенно точно изобразить в скульптуре историю европейского костюма и передать характер эпох. Это настолько собирательный образ, потому что и телевидение, и фильмы, и экранизации, книги, художественная литература, потом очень-очень много литературы по костюмам. Я занимаюсь в основном европейским костюмом, начиная со средневековья где-то и до сегодняшнего времени. По словам Татьяны Жуковой, на процесс лепки уходит около недели. Работает она только в холодное время года. У меня мастерская не позволяет в жаркое время работать еще и обжиг, потому что каждая работа обжигается на 1300 градусов. Это очень-очень большая высокая температура. А я человек северный, мне очень трудно пережить вообще здесь лето, плюс еще обжиги это сложно. Поэтому только зимой. В Донецке работы Татьяны Жуковой представлены впервые. До этого у скульптора были выставки в Финляндии и в Москве в Центральном доме художника. Большинство ее работ находятся в частных коллекциях. Выставка продлится до 5 марта. А в апреле Татьяна Жукова пообещала порадовать дончан и гостей города своей большой выставкой, так как на этой представлено всего около 10 ее работ. Кира Думская, Александр Пугачев, Первый муниципальный.